В эфире информационный выпуск Амши Экшара. Здравствуйте! В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. 4 марта в Абхазии вспоминают двух выдающихся лидеров Владислава Ардзенба и Сергея Багабш. Проведена первая в истории отечественной медицины операция по резекции желудка. Врачи Сочинского реабилитационного центра провели прием детей с неврологическими нарушениями и расстройствами аутистического спектра. 4 марта. День, когда мы вспоминаем двух президентов Абхазии – Владислава Ардзенба и Сергея Багабш. Ровно 14 лет назад не стало первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Основатель современного абхазского государства, ученый-востоковед, ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. В этом году Сергею Васильевичу исполнилось бы 75 лет. С именем Сергея Багабш связано международное признание независимости и государственного суверенитета Абхазии. Именно при нем была восстановлена юрисдикция абхазского государства в верхней части Кадорского ущелья. По традиции, 4 марта памятные мероприятия начинаются в селе Нижнее Ишера. Сюда приходят, чтобы отдать дань памяти Владиславу Григорьевичу Ардзенба. Поклониться человеку, посвятившему свою жизнь борьбе за свободу и независимость Абхазии. Репортаж Алики Трапш. 4 марта 2010 года жители Абхазии постигла печальная весть о смерти Владислава Ардзенба. Тогда казалось, что время остановилось, и страна словно оцепенела в безмолвии. В каждой семье ощущалась неподдельная скорбь. Во всех организациях и на предприятиях, в школах и вузах стояли живые цветы и портреты первого президента. С того дня прошло 14 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. Ежегодно в день смерти великого лидера жители Абхазии считают своим долгом почтить его память у мемориала в селе Ишера. Отдай дань памяти Владиславу Ардзенба пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба, спикер Народного собрания Алаша Ашуба, члены правительства, депутаты, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, депутаты Госдумы России Константин Затулин, общественность. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь Владислава Ардзенба неразрывно связана с судьбой страны и всего абхазского народа. Он был человеком науки, но судьба распорядилась иначе. Владислав Григорьевич появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных моментов ее истории. Именно он возглавил национально-освободительное движение и осуществил вековую мечту абхазов о свободе и независимости. Тот фундамент, который заложил великий Владислав, а он на века остается. Соответственно, таких людей мало, не хватает всегда нашему народу. Но как Владислав, то, что сделал Владислав, просто за это надо держаться и идти вперед. Что надо делать? Жить его заветами. Бороться за свободу и независимость Абхазии. Абхазия настолько маленькая и хрупкая, и если мы ежедневно за свою независимость не будем бороться, его у нас отнимут. Я считаю, при всех наших минусах мы на верном пути, мы не должны останавливаться, не самоуспокаиваться, а идти вперед, особенно молодежи. Имя Владислава Ардзенба прочно врезалось в память и умы тех, кто бок о бок прошел с ним кровопролитную отечественную войну. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью, Владислав Григорьевич был всегда близок и доступен до своего народа. Люди, которые лично были знакомы с ним, вспоминают многогранность и сложность его характера. Он был лидером, лидером и остался. Качество политика, качество очень крепкого человека, у которого есть особый стержень, он, конечно, показал нам всем. И мы, конечно, были рядом с ними. Началась война. Я не скажу, что мы прямо с первого дня, у нас не было растерянности, не было, скажем, каких-то моментов. Но в короткий срок, буквально в течение часа, двух, трех, мы уже знали, что и как делать. И Владислав был впереди. Мы ему доверяли во всем, буквально во всем мы ему доверяли. Да, потому что нельзя было не видеть, что он полностью предан делу освобождения, победы Республики Абхазия. Он сделал настолько много, что говорит это просто так коротко, это невозможно. Он отдал всю себя делу Абхазии. Свобода об сны – смысл всей моей жизни, говорил Владислав Ардзенба. И действительно, судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. Следуя зову Ардзенба, люди обретали смелость и шли вперед. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Абхазии очень повезло, мне кажется, как не многим народам. Во главе ее в решающий момент стал Владислав Ардзенба. И кроме него никто не мог бы выполнить эту роль. Именно он объединил народ в сопротивлении и победил в этой отечественной войне. А на смену Владиславу пришел Сергей Багабш. И именно при нем Абхазия была признана Россией и другими государствами. И, наверное, то, что сделал Владислав, не смог бы сделать кто-то другой. И, наверное, то, что сделал Багабш, Сергей Васильевич, тоже никто бы другой не смог бы сделать. Вот они передали друг другу эстафету. И до тех пор, пока существуют абхазские народы, я надеюсь, он будет существовать вечно, как и Абхазия, я уверен, все всегда будут возвращаться к этим событиям и к этим людям. К этой дате, я уже говорил, отношусь двояко, потому что это день рождения моего названного старшего брата Сергея Васильевича Багабш. И день, когда ушел от нас великий сын абхазского народа Владислав Григорьевич Ардзенба. Это выдающаяся героическая личность. В самый ответственный период в истории братского абхазского народа именно этот человек взял на себя ответственность. Благодаря решительным, мужественным действиям Владислава Григорьевича, который поддержал братский абхазский народ, благодаря мужеству и героизму защитников Абхазии, мы сегодня можем с гордостью говорить, что наше поколение, и поколение Южной Осетии, и Абхазии, мы сделали тот великий шаг, что мы восстанавливали государственность Абхазии и Южной Осетии спустя многие столетия. И этим мы сегодня должны гордиться, должны дорожить и должны ценить память тех людей, благодаря которым мы добились этой великой победы. Владислава Арденба сочетал в себе качество подлинного интеллигента и в то же время человека скромного, близкого и понятного для каждого. Владислава Арденба сочетал в себе качество. Владислав Абхазия Владислав Абхазия Теплые были отношения, он всегда благодарил, говорил, таких, говорят, вы, говорю, матерям родились, своих таких сыновей воспитали, говорит. В них столько патриотизма, это благодарный он был всегда. Память о лидере увековечена в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы, герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзенба. Во время войны страшного испытания я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Пстазарасику, Псадгилу, жизнь – это родина». И рядом надпись на адыгском языке, я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь, это фраза «Псым, япар, напар» – «Честь дороже жизни». Национального героя, лидера Абхазии Владислава Ардзенба уже 14 лет нет с нами, но по-прежнему живы его идеи, как и жива его вера в будущее независимого абхазского государства. 4 марта второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багабш исполнилось бы 75 лет. С утра к мемориалу второго президента республики в селе Чгярда Чемчирского района идут люди, чтобы почтить его память. Чтобы возложить цветы к могиле Сергея Багабш приехал президент Аслан Бжани, а также вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, послы России Южной Осетии Михаил Шургалин и Олег Бацыев. Здесь и экс-президент Республики Южной Осетии Эдуард Какойты и депутат Госдумы Константин Затолин, которые приехали на памятные мероприятия к 75-летию со дня рождения Сергея Васильевича. Второй президент Абхазии Сергей Багабш был человеком, внесшим неоценимый вклад в дело международного признания и развития абхазского государства. Пройдя вместе с народом республики через самые драматические испытания, Багабш сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. Сергей Васильевич удостоен высших государственных наград Ордена Ахдзапша первой степени и звания Героя Абхазии. Конечно, все знают и помнят, что именно при Сергея Васильевича Багабш произошло признание Абхазии Российской Федерации. В том и состоит мудрость политика. Я просто хочу напомнить то, что, может быть, многое подзабыли. Ноги буквально там до этих событий за месяц, за два его приглашали в Москву. Было предложение о конфедеративном устройстве Миссис Грузии. Когда был он там, был какой-то Эдуард Джабеевич, оба категорически отказались. Я хочу это лишний раз напомнить нашим людям, что не все так просто в этой жизни. Было бы согласие, неизвестно, как была бы судьба дальше, какое было бы развитие. И в этом прозорливость Сергея Васильевича. Еще одну вещь я хочу напомнить, связанную с тем же Кадорским ущельем, которое было освобождено. Помните, начиная с шестого года, как его атаковали со всех сторон. Надо ущелье освобождать любой ценой. Он всегда говорил, что цена жизни одного Абхаза выше, чем цена взятия ущелья вот таким образом. Ну и слава Богу, прошло время, осознали это даже те, кто тогда требовал от него других действий. И просто так взеха от Сергея просто, я считаю, нам действительно везло с президентом. И вот это очередное везение 75-летия, которого мы сегодня отмечаем. Возраст, в общем-то, абсолютно никакой. И очень жаль, что его так быстро не стало. В фойе Абхазского драматического театра открылась фотовыставка памяти Сергея Васильевича. Ее посетил глава государства Асламбжане. В экспозиции были представлены снимки из архива Госмузея боевой славы, сделанные известным фотографом Владимиром Поповым. Затем, к 75-летию со дня рождения Сергея Багабш, в театре прошло торжественное заседание. Репортаж Лауры Капш. В фойе Абхазского драматического театра царит уютная атмосфера. Играет оркестр, а посетители, которые пришли вспомнить второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багабш, неспеша разглядывают фотографии, придаются воспоминаниям. Ведь здесь собраны образы длиною в жизнь. Все фотографии представлены из личного архива Государственного музея боевой славы. Выставлены 49 фотографий, автором которых является Владимир Попов, известный в Абхазии фотограф. Эта коллекция была выставлена первый раз в 2016 году в связи с пятилетием, снял ухода из жизни второго президента нашей страны Сергея Васильевича Багабш. Сегодняшняя выставка представлена зрителям второй раз. Вся коллекция, которая выставлена здесь, это период президентства Сергея Васильевича Багабш. Сегодня здесь многолюдно. Президент Абхазии Аслан Бжаня, члены правительства, депутаты парламента, а также гости республики, специально приехавшие на памятные мероприятия, вспоминают великого человека, с именем которого связано признание независимости нашей страны. Ранним утром по еще не согретому солнечными лучами городу он направляется на Сухомскую Брехаловку, чтобы за чашечкой кофе пообщаться с людьми, обычными гражданами своей страны. Это второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багабш. Однако все это, когда есть немного времени в плотном графике. Я живу на работе, поделился как-то с журналистами президент. Я ровно километр плаваю каждое утро. Правда, на этой работе за два года ни разу не был. На экране история Сергея Васильевича. Вот он среди своих друзей и соратников. А здесь он среди односельчан. Всегда с улыбкой и верой в добро. Человек, которому при жизни посчастливилось увидеть результат своих трудов. Всегда человек, знаете, как проходя по тернистому пути, я всегда говорю, что по шипам рост проходит, жизнь тяжелая, но потом, когда становятся на бутоны бархатные, он чувствует, что он не зря эту жизнь проживет. Мастер политического компромисса. Серьезный, вдумчивый. И в то же время, при всем своем высоком положении, он никогда не давил авторитетом. Был всегда открыт, внимателен к чужому мнению. Он был доступен, прост и человечен. Сергей Васильевич всегда говорил, для меня самое главное – так отработать свое президентство, чтобы перед самим собой не было стыдно. Пришли не править в Абхазию, а управлять. Как менеджеры, которых наняли, которых избрали. Мы пришли управлять процессами. И они тот царек, который пришел и будет командовать здесь, знаете, как борчу, что он и кроме него никого нет. Абсолютно. Сергею Багаб с 4 марта исполнилось бы 75 лет. Второй президент Абхазии останется в истории Абхазского государства, как лидер, при котором Россия и ряд других стран признали независимость республики. У нас очень сложная дорога впереди. Это международное признание. Сделан только первый шаг. Будучи единым и победим в войне, будем единым и победим в мире. Ура! 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 Хунтка раз шаггулари, ажиарей, ей вы ипшимызамка бързаярай аникулок, анабхгарат вратыппа. Эйхабырархадар аджидгулана, фехырла дьявагулан, Владислав Григорийпа, арцинпа. Анайвс, уиди-штраклайна, седево силыпа, Сегодня две даты сложились в истории Абхазии в единое целое. День рождения Сергея Багабш и день смерти Владислава Ардзенба. Снискавший народное доверие, твердый человек с добрым сердцем. Именно таким был Сергей Васильевич, отметил в своем выступлении глава государства Аслан Бжаня. Судьба не дала ему долгой земной жизни, но наградила гораздо большим счастьем стать защитником интересов народа, объединителем Отечества, выдающимся государственным деятелем, добрая память о котором переживет многие века. Его жизнь и достижения уже стали неотемлемой частью нашей истории. Сергей Багабш принял тяжелое бремя высокого служения народу от своего соратника, основоположника современного Абхазского государства, его первого президента Владислава Ардзенба, приведшего многострадальную страну к победе и независимости. Тем сложнее была миссия второго президента – защитить достигнутое завоевание, закрепить и приумножить их. Он не знал покоя ни днем, ни ночью, посевоенная разруха, тяжелое экономическое положение в стране, опасная для единства народа внутриполитическая ситуация и абсолютно неясные внешнеполитические перспективы при жестком международном давлении на руководство непризнанной республики. Каким внутренним стержнем нужно было обладать, какими твердыми убеждениями, настойчивостью и уверенностью в действиях, чтобы в таких условиях ввести свой народ и страну к заданной цели, преодолевая политические разногласия, часто непонимание, не подаваясь эмоциям и порою провокациям. Но именно таким был Сергей Богабш – твердым, человеком с добрым сердцем, жестким, но не всегда готовым к разумному компромиссу. Его терпеливость к оппонентам удивляла, его способность масштабно мыслить и приходить к необходимым народу и государству решениям давала уверенность и обществу, и соратникам, вместе с которым он шаг за шагом шел к достижению всеобщего успеха. Во время Отечественной войны во главе с Владиславом Ардзенба и в сложное послевоенное время во главе с Сергеем Богабш народ Абхазии стал примером стойкости, целеустремленности и единства для многих народов мира. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Еще одна выставка прошла в Сухуме на площади, которая носит имя Сергея Богабш. На ней были представлены фотографии Сергея Васильевича, сделанные в разные периоды его жизни, начиная со студенческих времен и заканчивая снимками, отмечающими важные этапы его политической деятельности. Я думаю иначе. В Сухуме презентовали книгу Самвела Карапетяна, посвященную Владиславу Ардзенба. Поддержать автора пришли его коллеги, друзья, депутаты парламента, представители духовенства и общественности. На презентации издания была Ульяна Рожкова. Я думаю иначе. Первая книга Самвела Карапетяна. Это рассказ в одну главу. Патриотическое произведение автор посвятил человеку, который изменил судьбу абхазского народа, Владиславу Ардзенба. Это произведение, в котором главный герой становится настоящим проводником читателя по своим воспоминаниям, радостям и печалям. Его жизненный опыт проливает свет на многие аспекты жизни в этом уголке мира, раскрывая важность прожитых лет. На мой взгляд, я и не литератор, и не критик, конечно, но как читатель мне показал, что это гармонично перетекает из одной истории к другому. Поначалу я, правда, подумала, почему эта история, которую мы знаем, и в учебниках написана, зачем начинать с этого как-то вот. Такой вопрос возник у меня. Но потом, когда я углубилась в чтение, я поняла, поменяла свое мнение. Тем более, что эта книга посвящена Владиславу Григорьевичу Ардзенба, первому президенту Республики Абхазия, который подвиг, которого должен помнить, передавать из уст, из поколения в поколение, каждый уважающий себя гражданин Абхазии. Поддержать автора пришли его коллеги, друзья, депутаты парламента, представители духовенства и общественности. Для многих из них книга несет национальный характер. Сам автор, Самвел Карапетян, признается, что не претендует на звание писателя. Рассказ был написан по воле души после событий 2008 года. События 2008 года, нападение грузинских войск на Южную Осетию, именно эти события и признание Российской Федерации независимости Республики Абхазия побудили меня написать эту книгу. Точнее, я написал в этот же день, написал первую и последнюю главу данной книги. Точнее, я потом уже разделил её на первую и последнюю. Но первая и последняя глава была написана 26 августа 2008 года. Признание независимости Республики Абхазия в 2008 году впечатлили молодого автора. Не получилось только словами радости передать свои впечатления, говорит Самвел. Ещё тогда, взяв ручку, он начал записывать то, чем сегодня может гордиться. В тот момент и мне тоже хотелось кричать, но почему-то мне показалось, что этого недостаточно. Мне не показалось, так оно и было. Мне этого было недостаточно для того, чтобы выплеснуть все эмоции, которые были во мне в тот момент. Я взял ручку, бумагу, сел за стол и написал первую и последнюю главу данного рассказа. Я думаю, иначе произведение, которое заставляет задуматься не только о ценности моментов, о том, каким образом прошлое формирует настоящее. Книга вдохновляет задуматься о жизни, любви, утраченном времени, о том, какой мы след оставляем в этом мире. Улиана Рожкова, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Память первого президента Абхазии Владислава Арденба почтили в Гагре. Подложить цветы к его мемориалу пришли представители местной администрации, депутаты районного собрания, сотрудники различных организаций, школьники. 4 марта в Абхазии отмечают еще одну дату – день советизации. 103 года назад, 4 марта 1921 года, части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани вместе с абхазскими красногвардейцами во главе с членом Ревком Абхазии Николаем Акертавов вошли в суху. Через два дня Ревком Республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю полноту власти в Абхазии. После четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками в Абхазии была установлена советская власть. Наша страна восстановила свою государственность, которая была ликвидирована Царской Россией еще в 1864 году. Продолжаем выпуск. Первая в истории отечественной медицины бариатрическая операция проведена в Абхазии. Бариатрическая операция или бариатрия – это методика лечения жирения с помощью оперативного вмешательства. Операция проведена совместными усилиями абхазских и турецких хирургов. Все подробности в материале пресс-службы Минздрава. В Республиканской больнице проведена первая в истории отечественной медицины бариатрическая операция. Бариатрическая операция или бариатрия – это методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства. В тех случаях, когда ожирение становится не просто неприятной проблемой, но и серьезно угрожает здоровью пациента, а методы консервативной медицины и диетологии себя исчерпали, прибегают к бариатрии. Бариатрическая хирургия – это безопасный и эффективный метод современной медицины. Проведение подобного хирургического вмешательства стало возможным благодаря взаимодействию с абхазской и турецкой диаспорой. Благодаря помощи турецкой и абхазской диаспоры некоторое время назад сотрудники Республиканской больницы поехали на стажировку в Турецкую республику в ведущие клиники. Прошли сначала месячную, потом двухнедельную командировку, стажировку в этих клиниках. Сейчас они вернулись сюда, работают в нашем ведущем центре Республиканская больница. Приехал профессор, их наставник, который помогал, обучал их в Турецкой республике. Сегодня бариатрическая служба развивается в Республике Абхазия. Впервые проведены три оперативных вмешательства. Сейчас уже две операции на данный момент закончили. Наши абхазские коллеги полностью участвовали в операции. Очень много этапов они провели самостоятельно под контролем нашего турецкого коллеги, уважаемого профессора. Мы будем вплоть впредь развивать нашу хирургическую службу в Республике. Сейчас мы говорим о том, что это было проведено, такой мастер-класс в Республиканской больнице. В планах у нас по дооснащению онкологической службы Национального онкологического центра. Они также готовы приехать и помогать, показывать мастер-классы в Национальном онкологическом центре. Это все делается для того, чтобы облегчить нашим гражданам всю ту сложность, которая есть именно по той нозологии, по тем вопросам, которые сегодня их беспокоят. В данном случае мы говорим о избыточной массе тела. И в последующем в онкологическом центре именно по профилю онкологическому будут проведены оперативные вмешательства. За что хотел бы отдельно поблагодарить всю нашу турецкую абхазскую диаспору. Операция проведена совместными усилиями абхазских и турецких хирургов. Ранее наши медики ездили в Турецкую республику и при поддержке местной диаспоры проходили обучение данному виду оперативного вмешательства, посещали мастер-классы. В дальнейшем бариатрические операции отечественные медики будут проводить самостоятельно. Для этого, как отмечает главврач Республиканской больницы Эрик Хацва, в медучреждении есть все необходимые технические условия. Весь подготовительный этап к проведению бариатрической операции на желудке у пациентов с избыточной массой тела занял около 4 месяцев. Наши коллеги ездили стажироваться в лучшие турецкие клиники, прошли там стажировку, вернулись. И сегодня мы уже имеем возможность проводить эти операции у себя дома. К нам приехал наш коллега и друг профессор Джунейт Каял, который совместно с нашими хирургами провели эти операции. Через какое-то время, полгода, год, пациенты с избыточной массой тела будут нуждаться в пластической операции. Мы в состоянии это тоже будем здесь делать, то есть тем самым мы замкнем весь этот цикл на Республиканской больнице. Проблема избыточной массы тела или ожирения – самое распространенное заболевание в современном мире. Главная опасность лишнего веса заключается в том, что у взрослых людей ожирение на последних стадиях приводит к возникновению сопутствующих заболеваний и угрожает жизни пациентов. Нередка эта проблема и для Республики Абхазия, признаются медики. Среди тех, кто проводил первые в стране бариатрические операции – Астана Аветсба, Зосхан Трапш и Ларион Ладария, Гудиса Трапш, за чьей работой внимательно следил заведующий профильным отделением Маврик Чагава. Молодые хирурги провели совместно с турецкими докторами первую операцию. Все последующие абхазские врачи сделали самостоятельно под контролем турецкого профессора. И на тех пациентов, которых мы подобрали на эти операции, у нас достаточно и расходного материала, и всего того, что для них необходимо. Естественно, у апароскопической продольной резекции была. Сегодня мы делали бариатрическую продольную резекцию, так называемый слив резекции. А там есть еще и другие операции, бариатрические, мини-гастрик-байпас, мини-гастрошунтирование. Эти методики мы тоже все изучали, будучи в Турции, так что они также будут в нашем арсене. В Турции порядка 10 таких операций с профессором провели. Такие операции в Абхазии проводятся впервые благодаря нашим докторам из Турции, на сегодняшний день приехавшие сюда к нам. За что спасибо всем им и всем коллегам, кто стоит рядом, поддерживает нас. Всего было прооперировано 6 пациентов с избыточной массой тела. Все они чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Впереди у них долгий путь реабилитации и привыкание к новому здоровому образу жизни. В планах у руководства Минздрава развивать сотрудничество с турецкими медиками не только в области бариатрии, но и онкологических и гинекологических заболеваний. Эти вопросы обсудили в ходе встречи с главой Минздрава Эдуардом Будба. Здоровые дети – будущее страны. По приглашению КБФ «Ашана» в рамках проекта «Здоровое поколение» в Сухомской городской детской поликлинике прошел прием детей с неврологическими нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Прием ввели врачи Сочинского реабилитационного центра «Импульс». За два дня было осмотрено более 25 детей. Фонд «Ашана» уже второй год реализует проект «Здоровое поколение», в рамках которого в республику приезжают высококвалифицированные врачи из-за рубежа. Этот проект направлен на проведение диагностики и лечения детей нашей страны. Врачи и специалисты реабилитационного центра «Импульс» имеют многолетний опыт, а также непрерывно проходят обучение и повышение квалификации. На этот раз Абхазию посетили ведущие специалисты центра – детский невролог, логопед-дефектолог и нейропсихолог. Я приезжаю в Абхазию для того, чтобы диагностировать детей и назначить максимально нужное обследование и лечение, чтобы максимально скорейшим образом сделать реабилитацию в максимальном объеме. В нашем центре «Импульс» мы работаем все сообща, у нас комплексный подход в лечении. В настоящее время наблюдается рост числа детей, задержка психоречивого развития. В проведении диагностики нуждаются малыши с неврологическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и дети с синдромом Дауна. В связи с этим и выросли запросы на вышеуказанных специалистов. За два года ими было осмотрено порядка 80 детей, более 20 из которых были отправлены на нейроабилитацию. По словам Натальи Авласик, результаты детей становятся гораздо лучше. Первый раз я приезжала сюда полгода назад, в августе. У нас несколько детей прошли курс реабилитации и с хорошими результатами. Родители очень довольны. То есть мы с ними на связи. То есть многие родители со мной общаются и дальше проходят лечение, и получают коррекцию и помощь от наших специалистов. На базе Сухумской детской поликлиники за два дня осмотрели 25 детей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В случае, если ребенку после осмотра рекомендована комплексная реабилитация, то его могут направить в детский центр «Импульс» для дальнейшего лечения. В случае, если ребенку после осмотра необходима комплексная коррекционная помощь, фонд «Ашана» готов организовать сбор средств и отправить ребенка на нейро-реабилитацию. Вообще нейро-реабилитация в нейро-реабилитационном центре «Импульс» проходит от 16 до 18 дней, где проходит диагностика и комплексная диагностика, и ребенку выстраивается маршрут в зависимости от его индивидуальных особенностей. После этого маршрут наши врачи могут использовать для лечения в дальнейшем здесь, в Абхазии. Поддержку в реализации проекта «Здоровое поколение» оказывает Министерство здравоохранения Абхазии. Ульяна Рыжкова, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Абхазский боксер Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над мексиканцем Хосе Мигель Бардера на главной сцене Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Таким образом, наш спортсмен получил звание претендента на пояс IBA весит до 67 килограммов в рамках турнира «Лига Ставок». Ночь чемпионов IBA. Абхазский боксер Команда Абхазии заняла первое место в бизнес-игре «Заводы» на Всемирном фестивале молодежи, сообщает Госкомспорт Республики. Игра была организована Сбербанком в партнерстве с Комитетом по молодежному предпринимательству «Опоры России». «Завод» – это уникальный игровой формат, в рамках которого команды получили практический опыт управления реальным предприятием. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 5 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью – плюс 4,9. Днем – 11,16. Тепла температура морской воды – плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова